Музыка Мне кажется, что самое важное знать в начале урока, когда он закончится. Ученик знает этот момент и он примерно ждет. Поэтому давайте мы с вами сразу скажем, что в два часа это точно закончится. А в середине будет перерыв. Давайте вначале я поговорю про то, что меня волнует. Музыка Я могу рассказывать о чем-то, что вам в принципе может быть ненужным, или казаться странным, или неприложимым к вашей реальности. Но ученый этот текст сейчас с нами долбится. Я вспоминаю своих детей, как помните, князь Андрей писал Конституцию под руководством Спиранского до тех пор, пока он не вспомнил лицо своего старосты-дрона, к которому эту Конституцию надо приложить. Когда он их соединил, вот эти слова, с этим лицом, он пошел дальше любить Наташу Ростову вместо Конституции. Потому что это бессмысленное дело. Вот вы точно так же будете смотреть на то, что я предлагаю? Ну, конечно, он там в Москве, у него там отобранные дети, наверное. Да, а я со своими что буду делать? Все равно, мне кажется, самое главное, это поиск ответа на ваши вопросы, которые у вас есть. Они вам могут приходить косвенным образом. Вы слушаете про что-то одно, а у вас замыкает что-то свое. И даже если вы уедете с ощущением, я все сам так могу, и даже лучше, это тоже хороший результат встречи. Со своей стороны уже много раз замечал, что я выступаю перед людьми, общаясь с ними, вроде бы им что-то рассказывая, на самом деле начинаю понимать что-то, чего я не понимал сам. Вот этот процесс, который, если он будет, будет самое главное. Я работаю в школе 27 лет уже. И за это время мне удалось поработать на разных этажах российского образования. Я два года был воспитателем детского сада, значит, это я умею. Дальше я пошел работать, я работал в начальной школе. Потом я работал долго в одной из лучших математических школ страны и вел ребят, которые изучали профессиональную математику, не литературу. Для меня это было очень интересно, потому что я должен был все время делать что-то такое, чтобы зацепить их интерес. Дальше я работаю в ВУЗе. Я преподаю в школе-студии МХАТ. Я преподаю студентам, которые будут не актерами, а будут театральными продюсерами и сценографами, то есть теми, кто будет делать, придумать декорации. И я читаю лекции по литературе родителям. У меня есть определенный опыт, есть определенные наблюдения, и я понимаю, что меня в этом процессе интересует. Я еще долгое время возглавлял журнал методический для учителей, назывался он «Литература», издательство «Первое сентября». И мы получали там конспекты уроков для публикации от учителей. И я подглядывал, так сказать, в то, что происходит на разных уроках, в разных точках страны. И иногда мне хотелось закрыть наш предмет. Честно вам скажу. Потому что, ну я не знал, что мне делать. Я выл просто от ужаса. Вот получаю я конспекты урока по стихотворению «Парус» Лермонга. Вы помните? «Белеет парус одиной», да? Сейчас мы будем читать стихотворение, читаем стихотворение. Следующий вопрос. Дети, о чем это стихотворение? Первый вопрос, как мне кажется, решает дело. Вот над ним надо сидеть и думать. О чем стихотворение? Мне кажется, что это не очень удачный вопрос. Не цепляет, какой-то банальный, да? И потом, о чем? Ведь это значит, он должен как будто бы отдельно от этого стихотворения знать содержание. А потом мы будем искать художественные средства, которыми оно выражено. Ну, ребята, мы же к содержанию придем. Мы сначала можем читать стихи, вообще не понимая, что это. И зацепляться за какие-то. Мы сегодня так будем делать с вами. И только потом до нас дойдет о чем? Ну, как можно с этого начинать? Честный ребенок шестого класса. Что ответит на вопрос, о чем стихотворение «Парус»? Давайте. Я вас люблю сразу. У меня не во всех аудиториях получается, чтобы ответ был сразу дан учителями. Значит, о парусе. Я бы был в шестой классе и сказал, о парусе. Хорошо. Ладно. Давайте так сейчас поиграем. А вот он вам сказал, о парусе. Я вам сейчас скажу, что было написано в конспекте. О парусе. Ваш следующий ход. Только ли о парусе? Подумай! Как это так? Какая-то тряпка на палке, и сам Лермонтов пишет про это стихи? Ну-ка. Так. Извините, я буду иногда сегодня специально. Мне очень нравятся ваши ответы, потому что это ровно то, что я хочу. Иногда я хочу, чтобы говорили какую-нибудь ерунду. И без этого ничего не будет. Поэтому, если вы сейчас почувствуете, что вам хочется сказать ерунду, говорите ее. Она мне поможет. Что с парусом происходит? Начинаем сюжет какой-то. Так. Еще какие уходы? Кого куда мысли пойдут? Какое настроение в этом стихотворении? Вы слово парус как бы оставили. Оно вам сейчас не пригодилось. А если зацепиться за него? Видел ли ты когда-нибудь парус сам? Плавал ли ты когда-нибудь под парусом? Кстати, отличный ход. И как оно тебе было? А сейчас тебе кажется, он вообще под парусом сам или нет? Кстати, уже можно идти к композиции. Где находится тот, кто видит? Он под парусом или он где-то далеко? Он говорит, ну далеко, конечно. Это я сейчас сочинение урок на ходу из вашей прекрасной реплики. Далеко, в тумане, море голубом. А будет где-нибудь строфа, где кажется, что он под парусом? Будет. А как так получилось, что он сначала смотрел издалека, а потом вмиг оказался, он что, летает? Не, вы понимаете, какую вы сейчас мне возможность подарили? Хорошая же возможность, правда? Отлично. Спасибо вам большое. Вы с самого первого шага своего позиционировали себя, как индитория самого высокого уровня. Вот я много ездил по стране, много читал лекций, и у меня аудитории уже внутренне, так сказать, ранжируются. Я же вас прощупываю. Значит, вы с самых первых шагов уже наверху. Давайте держать мысль. Если вы сказали слово парус, не уходите в другие слова. Представьте себя парусом. И мы идем, на самом деле, к самой главной сердцевине. Да? Я бы спросил, что такое парус? Тряпка на палке. Причем, чем хуже это будет сказано, тем лучше. А теперь давайте посмотрим на слова, которые про эту тряпку на палке сказаны. Любопытно, что в стихотворении больше ни разу слова парус не возникнет. Значит, если мы его закроем, мы дальше увидим только слова он, он, он. Давайте прямо напишем на доске он. И все про это он выпишем. Вот так на память. Какие слова будут приходить? Прилагательные глаголы. Одинокий, мятежный, бросил, ищет. Да? Вот предположим, мы эти слова написали, у нас написано он и вот эти все слова. Выходим в коридор, берем произвольного человека, он что скажет? Это человек. Это то, что вы предложили. Значит, главный вопрос. Как получается, что стихотворение «О тряпке на палке» становится стихотворением о человеке? Значит, нам этот ответ очень нужен. Возвращаюсь к конспекту урока, который я получил. Лермонтов, парус, дети. О чем это стихотворение? Ученик. Я не вру. Прямо конспект написано. Ученик двоеточие. Это стихотворение о тяжелой судьбе интеллигенции в эпоху Николаевской реакции. Шестой класс. Дальше следую. Конспект идет дальше. Учитель двоеточие. Я бы сказал так. Откуда ты это взял, идиот? А учитель говорит. Правильно. А какими изобразительно-выразительными средствами обрисован образ интеллигента в эпоху Николаевской реакции? Ученик. Две метафоры, три репетита. Слушайте. Ну, вы понимаете, да, что на таком уроке можно застрелиться. Почему? Потому что есть ощущение, что учитель разговаривает не с учеником, не для него, не про литературу, а с кем-то. Я называю это черный человек, который сидит на задней партии, который мы с вами посадили, такой проверяющий, которому мы как бы все время вкладываем, видишь, я термин сказал, поставь мне галочку, видишь, я там еще что-то сделал. Я однажды был в одной области, значит, меня привезли в деревенскую школу, в сельскую школу, хорошую очень школу, очень хорошая учительница. Она давала открытый урок, и только приехав, я осознал весь ужас происходящего. Значит, к ней приехал областной семинар повышения квалификации на 50 учителей. Значит, привезли 50 учителей. Конечно, все районное начальство. И еще из Москвы приехал. Любой из Москвы, это для вас тьфу, а там это ревизор. Хоть я и улыбаюсь, и не вы без пиджака, все равно, все равно. Генерал такой сидит. Значит, вот мы сидим. Дети, надо сказать, отлично выученные дети, в смысле того, что они умеют общаться с текстом, очень хорошая учительница. Но сам жанр открытого урока настолько всех ломает и плющит еще в такой ситуации, что начинается следующее. Значит, граната выбросовет Куприна. Вспоминаем, да? Значит, на доске написано «Идейно-художественное своеобразие повести Куприна, гранатовый браслет». Красивым учительским почерком. Висят картинки, значит, не висят, она включает проектор, начинают идти картины разных художников, и она включает Бетховена. Догадываетесь, почему? Там эпиграф. Соната Бетховена. И вот звучит Бетховен, идут картины, слеза готова бежать. Дальше она нажимает кнопку, поворачивается к доске и самым учительским голосом говорит, сегодня, дети, мы должны с вами постичь идейно-художественное, это уже диктовка пошла, своеобразие, да? Во-первых, сам залог, сама модальность, мы должны с вами, дети нам ничего не должны. Давайте уже по-честному скажем. Особенно сейчас, я не знаю, как у вас, у нас в России уже много лет отменен обязательный экзамен по литературе, этот предмет не сдается выпускниками, в этом году из ЕГЭ по-русскому убрано требование в сочинении ЕГЭ обращаться к литературным произведениям, это была последняя зацепка, которая держала мотивацию такую внешнюю, значит, это теперь не нужно. Итоговое сочинение, которое пишут выпускники в декабре, оно может быть на любой книжке, необязательно школьной программе. Фактически у учителя литературы вынули из рук все внешние поводы для побуждения к занятию этим предметом. И когда это произошло, то часть учителей сказала, о, отлично, наконец-то мы свободно и будем делать, что хотим, что хотим, не получается, потому что программа осталась программой, ее как-то отдельно проверяют, да, а другие сказали караул, потому что я не знаю, как теперь, а как теперь держать их. Оказывается, что если мы не найдем этих крючочков и способов, тогда мы проиграли. И русский язык мы сдадим без этого. Мы должны это принять, с этим смириться, значит, мы должны находить ходы, которыми мы будем держать их интерес. Мое глубокое убеждение, что если мы не сделаем урок литературы интересным, наше дело провалится. Только важно понимать, что такое интересное, не развлекательное, нелегким. А для меня очень простой ответ. Интересный это урок, уходя с которого, он говорит, я бы, пожалуй, хотел вернуться. Тут что-то такое было, что я хочу еще. Или они будут подходить между уроками, да. Там должно быть какое-то пространство, которое их затягивает, может быть, даже непонятно чем. Но это было место, где их слушали. Со всякой их фигней, которой они придут. У меня один ученик пришел и сказал, я догадался, о чем секретаре Лермонтова, ухожу один день на дорогу. У меня Толстой, например, был. И в плане, в уроке 94, у меня написано, здрасте, дети, сегодня тема Толстой. Это еще в августе запланировал. Теперь представьте, что я это буду произносить. Вот я вхожу в класс. Ученик тянет руку. У меня написано в конспекте, здрасте, дети. Я же неадекват. Что я спрашиваю? Я спрашиваю, что тебе надо? Все, уже урок пошел не так. А что мне надо? А я догадался, о чем Лермонтов. У меня Толстой. Что я скажу? У меня Толстой, я говорю, иди к доске и рассказывай. Что он выходит? И говорит, это стихотворение о возникновении пространства. И смотрит, как мол. Ну, я пока держусь. Значит, в начале не было ничего, или он так покосился на меня, пойму ли я свой IQ, ноль пространства. Хорошо. Потом возникла точка. Он прямо ставит точку на доске. Я. Выхожу один я на дорогу. Из точки появляется луч. Вдомной кренистый путь лежит. Вот этот, да, луч. Ночь стиха. Пустыня. Что такое пустыня? Он рисует плоскость. Внемлет Богу вертикаль. И звезда звездою говорит. Там плоскость наверху. Вот это как кубик трехмерный рисует. Значит, на доске из точки возник вот этот их геометрический кубик. В котором сейчас потечет время. Потому что, как будет сказано, уж не жду от жизни, это значит, в будущем. Не жаль мне прошлого, ничуть в прошлом. Не было ничего, стало все. Как красиво. Бред сивой кобылы. Ну, как красиво. Садись пять. Значит, не знаю, что с этим делать, но я запомнил. И когда мне надо теперь в другом классе, или вот сейчас у вас на лекции, да, время провести, и как-то ваш интерес зацепить. Представите, был у меня такой идиот, который придумал. И раз я это выкладываю из кармана. И не знаю, когда мне это приходится, но я это коплю. А он-то какой гордый. Он же месс выдумал. А где он может ее сказать? Он у меня может сказать ее на уроке. Значит, его урок для меня интересен, наоборот, мой урок для него интересен, как пространство, где можно думать. Мы сейчас читали с классом «Пиковую даму». У меня довольно слабый класс. Я подробно описал в Фейсбуке, как происходит этот процесс. Если вам интересно, посмотрите. Там просто какой-то караул. Там один мальчик помешался на углах. Он нашел, что там постоянные углы. Герман вышел из-за угла, Герман загнул на карте угол, Герман живет в месте, которое автор называет «уголок». Он нашел, что углов этих девять. Да, углов девять. А ведь, когда Герман выигрывал и проигрывал, карта одна ложилась налево, а другая направо. И вот там легла девятка. А девять углов и девятка. Это же, понимаешь? А углов-то девять почему? Слов-то там всего семь. Но одно из них треуголка. И это значит, что семь плюс два. И он ходит с этими углами. Он эту книгу... Он мне подходит на доклад, с ним говорит, он с ума сошел. Он два часа ночи мне пишет. Два часа ночи. Ты прочел, ты заметил там. Сейчас мы стали читать портрет. Он опять пошел по углам. Значит, там углы не работают, но он походу нашел еще чего-то. То есть это караул. Он приходит на урок и говорит, значит так. Я понял, что мне уже бежать некуда. Мне нужно где-то ближе к выходу, чтобы на всякий случай уйти. Значит, вот интересный урок. Это урок, к которому он будет возвращаться. Потому что это пространство, где его видят. Возвращаюсь к уроку, который я видел в сельской школе. Значит, они нам ничего не должны. Это первое. Второе. Смотрите, как бьется прям ножом по стеклу. Бетховен и идейно-художественное своеобразие. Вот эти кошмарные слова, которые Набоков, разбирая шинель Гоголя. Помните, как Гоголь из деватики описывает Башмачкина? Слегка подслеповат, слегка рыжеват, слегка лысоват. И с цветом лица, что называется, геморроидальным. Вот это длинное слово геморроидальный в конце. Оно такое, наставляет читающим произносительный интерес. Оно такое длинное, во рту там много всего происходит, когда ты его произносишь. Набоков сравнил его с консервной банкой, которая привязана к хвосту собаки в конце предложения. Оно сгремит вот так вот. И Гоголь так писал. Вот я эти слова все называю геморроидальными. Идеи на художественное своеобразие, изобразительно-выразительные средства. Я однажды пришел в свой класс к этим детям и сказал, обойдя в класс, я решил сделать я как надо, по науке. Я им пришел и сказал, сегодня дети, мы должны с вами постичь идеи на художественное своеобразие романа, другие инновации и дети. И изобразить, система изобразительно-выразительных средств, которые мы характеризуем. У меня мальчик Леша сидит на первой палец, а он кулачком подперся. И он мне потом говорит, Сергей Владимирович, а вы сейчас с кем разговариваете? Ну с кем-с кем? Вот с тем, который сзади. Значит, который сзади и который, смотрите, что делает. Значит, дети покорно записали все, что она сказала, дальше они стали что-то обсуждать. И так, значит, семинар сидит, начальство, я, начальство у меня иногда, ну как, я мог, отлично, все хорошо. Я же не могу даже брови дернуть, потому что ее же потом уничтожат учительницу. Все хорошо. И вдруг случается вот что. Учительница спрашивает, а вот скажи мне, Валечка, как ты поняла? И эта дура Валечка, при 50, при начальстве, при из Москвы, она говорит, а вот это вот, Марья Ивановна, я и не поняла. По мне, это самое главное зерно урока. Вот отойдите все, есть текст, есть ребенок, который в нем не понял, и мы с этого начинаем разбираться. У учительницы все вот здесь вот рушится вниз, прямо туда. И она говорит, Валечка, ну ты-то. А вот ты, Машенька, а Машенька все поняла, трепет, в этой метафоре все пошло, да? Значит, смотрите, на наших глазах урок литературы свернул в сторону, в той точке, в которой он должен только и быть. Потому что, если мы проходим мимо читательского непонимания, если мы не включаем в орбиту то, что думает, понимает, чувствует ребенок. Ну, слушайте, я когда-то, я рассказываю всем эту байку, наверное, уже 20 раз ее везде опубликовал, но мне сказали, что можно и повторять анекдоты. Здесь людям сказали, что смеяться, даже если они уже это слышали. Я когда-то был молодым учителем и первый раз изучал «Капитанскую дочку». И был очень доволен собой, потому что я изучил там все, что можно, вот просто все. И сочинения писали, и там спектакль смотрели, статьи читали, и то сопоставляли, и все. После последнего урока ко мне подходит мальчик, говорит, спасибо большое, все было очень интересно, я все понял. Вот одно, говорит, мне непонятно. Почему, когда Гринев приехал в Белогорскую крепость, там инвалиды маршировали с косами, ведь была зима? Я вот застыл сначала примерно как вы, потому что я не понял, что он спросил. Потом до меня волнами стало доходить. Значит, действительно, было дело, и, значит, когда мы читали этот отрывок, до меня дошло, что слово «инвалида» ими, может быть, воспринято как, ну, инвалид. Я прокомментировал, что это солдаты просто отставные, долгослужившие. Ну, что слово «коса» — это не коса на этом самом, на парике, а вот эта штука на палке. А для него картина. Зима, значит, приезжает этот самый Гринев, а там такой дурдом на выезде. Значит, эти инвалиды, и, ну, в принципе, может, у них так было принято в 18 веке. Ну, и пошел дальше. Но самая-то главная волна, а сколько этих кос еще осталось? Он не спросил, а я не догадался, что это, может быть, так понято. И в этот же момент я получаю, значит, в нашем журнале «Литература» статью известной питерской методистки, учителя Инны Лолиевны Шопа. «Русские, как иностранные?» или «Почему наши ученики не хотят читать?» И она так по-честному, знаете, петербуржцы, они очень честные люди. Она говорит, вот у нас есть в программе стихотворение Бунина «Солнечные часы». Я его, честно говоря, не помнил, и сейчас не очень помню, и если вы не помните, не страшно. Значит, учителя никак не могли понять, почему пятиклассники никак не берут простой вопрос, как автор относится к этим самым часам. Ведь написано же, маятник спесиво соразмерял с футляром свой размах. Потом, значит, до них дошло, что слово «спесиво» они не понимают, потому что, вы сами понимаете, почему они его не понимают. Потому что его нету в активном употреблении. Как только учитель литературы русского языка находит слово, которое дети не понимают, он тут же начинает разные методические пляски. Дело было в ноябре, а в апреле того же года они решили спросить тех же классов, где все это станцевали, а что бы такое значило слово «спесиво»? Ни один пятиклассник не смог сказать, что это. Почему? Мы же проработали его. Но потом оно ни разу не встретилось. Я бы тоже уже и тут остановился, так сказать, но нет. Что они сделали? Они решили в мае того года посмотреть. Какие еще слова из пройденных литературных произведений детям неизвестно. То есть произведения прошли, и она нам такой списочек выкатила. И там прямо узнаются произведения. Там «Лоснящийся», «Дородный», «Нива», «Запонки», «Плес», там еще что-то. Слова, которые нам кажется, они должны понимать. Значит, смотрите, факт еще какой, что мы с ними читаем книги, которые для них во многом написаны на иностранном языке. Но мы не учителя иностранного языка. Учителя иностранного языка, у них в пресуппозиции, как заранее, мысль, что дети не знают ни одного слова. У нас, как имя, дети знают все слова. Поэтому я видел миллион уроков, на которых так, задали, надо им прочесть. Прочли, прочли. И мы обсуждаем. Что обсуждать, когда это не прочтено? А если прочтено, не понято. Почему моя генеральная идея, что как можно больше читать на уроке? Как можно больше читать на уроке? С остановками, с комментариями, там с чем, пусть мы меньше прочтем. Потому что это иллюзия, что они, а, читают, б, понимают. А если мы проходим мимо точек непонимания, мы не зацепляем самое главное, что может быть. У нас литература в разных классах в России сейчас, русская литература, от двух до трех часов. У нас в пятом три, дальше два идет, а потом в девятом опять три, в десятом, в одиннадцатом три. У вас и того меньше, у вас есть еще белорусский язык, белорусская литература. Но согласитесь, что при уровне 2-3 роли это не играет. Но мы должны отвечать за любой свой урок. Давайте так, пусть он будет один, один-две недели, раз, там, встреча в месяц, неважно. Мы должны научиться творить, чтобы ребенку захотелось туда приходить. Я возвращаюсь к самому началу. Вы думаете, что я рассказываю вам анекдоты бессистемные, но они завязаны в жесткую систему. Я начал с методики преподавания. И девятиклассников, и философская лирика Пушкина. Вот он отторобанил весь свой конспект, как у него девятиклассники включились в эту философскую лирику Пушкина. И я понимал, что в школе меня волнуют совершенно другие вопросы. Вот звонок звенит, да? Я уже должен быть в классе? Доска должна быть оформлена? Или я должен войти? Это тоже какой-то сюжет. Первый урок в понедельник, последний урок в субботу – это разные уроки. Когда они приходят ко мне после физкультуры, первые десять минут уходят вообще там, типа, кто я и где мы, и что это, да? А у него там уже «Здрасте, дети» и философская лирика Пушкина. Я не знаю, как у вас уроки идут. У нас они вот… Это реальность жизненная. И я ему задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, если полкласса не принесла книжки, а полкласса принесла, ну, не те? У меня стабильно. Первый урок по отцам и детям. В конце первого урока подходит мальчик и говорит, уже можно сдавать библиотеку тебе? Ну, конечно, родимый, иди сдай, зачем тебе нужен? У нас так еще примерно три недели будет, ну, а ты можешь без него. Что ты будешь делать? А что он будет делать с этим конспектом? У него он уже забетонирован, его развернуть нельзя никак. Меня обычно выгоняли с семинаров после этого. Я сейчас догадался, почему меня выгоняли, потому что у той учительницы, которая вела эти семинары, у той преподавательницы, у нее в плане не было моих вопросов. И мои вопросы ей мешали. Но эти вопросы были про жизнь. Где я мог найти на них ответы? Я мог найти ответы у коллег. Меня занесла судьба в очень сильную школу, к очень сильной учительнице под крылом. Звали Зоя Александровна Блюмина. Она известна была очень в Москве. Была действительно великим учителем. И я ходил к ней на урок смотреть, что происходит. Вот у нас было по программе, а я на беду был с ней в параллели. Дети страдали. Понятно, что они все на ком-то учатся. Я ничего не умел, а она бог. У меня был какой-то дикий класс, который выносил просто все, что можно. И она мне говорила, прислали интеллигентов из университета. Ты еще не можешь его взять и вынести? Он же всего еще там шестиклассник. Она брала и, не прекращая объяснять наречие, выносила его в дверь. Шестой класс. Чехов степь. Длинный, бессюжетный. Как в анекдоте одном, да, значит, сочинение школьное. На первой странице Василий Иванович сел на коня, на последней странице Василий Иванович слез с коня. А что в середине дыг-дыг-дыг-дыг. Вот они едут. И я, как неопытный учитель, я задал им читать степь на дом. Сел дома читать и думаю, господи, я в полном ужасе. Мне скучно. Значит, я думаю так, хорошо. Значит, Зоя меня научила уже одному приему, который работает, кстати. Передаю его вам. Она мне говорила так. Подходишь к двери снаружи класса, берешься за ручку. И со всей силой внутренней страсти говоришь себе внутри. Они не смеют. И заходишь. Вот на этом. Они не смеют, ты заходишь. Когда я первый раз попробовал, я обалдел. То есть, видимо, что-то внутри такое происходит. Слушайте, они правда не смеют. Классно. Это длится пять минут. Дальше надо еще что-то делать. То есть, первые пять минут есть, и не каждый же урок ты это будешь делать. А дальше же нужно еще что-то добавлять. Но уже стало получать. Значит, я думаю так. Я возьмусь за ручку. Я зайду на этом, они не смеют. Пока они не смеют, у меня есть пять минут, я расскажу им, какой великий писатель Чехов. Как его читают во всем мире. Мысль такая, что если вам почему-то Чехов степь не понравилась, то это значит, знаете, что это вы единственные выродки на планете. Потому что все остальные человечества читают степь с утра до вечера с большим удовольствием. И как-то дальше вот на этом забетонированном пространстве я, значит, что-то с этой степью должен быстро делать. Но я понимал, что не то. И я думаю, пойду посмотрю к Зое, что она делает. По всем пунктам из 20 ее урок набрал бы просто ноль. Звонок звенит, учителя нет. Доска не оформлена. Значит, дети кто где, кто под партой, кто на люстре, кто чего-то. Значит, дальше возникает следующее. Заходит, открывается дверь, заходит Зоя. И не глядя, как будто бы на них, она идет к столу и говорит. Я тут книжку нашла на помойке. А я сзади сижу. На слове помойка. Класс как-то сам собой. Без всякой дисциплины вдруг. Они же понимают, что это началось, да? А она как бы не видя, идет дальше. Без обложки. Стала читать. Не пойму, Толстой или не Толстой. А у них только что было детство Толстого. И дальше вот этот степь. Там два мальчика. Давайте, говорит, я вам почитаю. А вы мне скажете, Толстой или не Толстой. И начинает читать. Эту самую клятую степь, которую я задал детям. Она даже их не предупредила, чтобы это степь. Через минуту рука одна, вторая. Не, не Толстой. А почему? Ну, у него там я, я. А тут он, он. Она так почти не оборачивается, пишет на пустой доске. Я, он. Через 15 минут, лес, рука, они что-то обсуждают. И я не могу понять, как мне было вчера скучно то, что сейчас так живо. Что я себе записываю, как единицу передачи методического опыта. Научить меня вот такому из воздуха неожиданному ходу, который выбивает все костыли из вот этих самых привычных вещей. И последний расскажу случай, и дальше перейдем к делу. К нам в школу пришел еще один мифологический московский учитель, Юлий Анатольевич Халфин. Было про него известно, что он в годы советской власти отовсюду изгонялся властями, потому что организовывал с детьми поэтические театры, они читали стихи. Пришел дядька, такой видом, ликом Лев Толстой, такой с бородой прям. Ну, пришел, работает. Потом пошли по школе какие-то разные слухи. Значит, одни дети хвостиком бегают, другие одни двойки получают, родители возмущаются. Я был завучем-то там, мне говорят, иди на урок, посмотри, что происходит на уроке. Я прихожу на урок. Значит, оказывается, что это первый урок по Евгению Онегину. Давайте сейчас каждый из вас вспомнит или быстро себе скажет самому не вслух, как бы вы начали Евгению Онегину. Какой бы у вас был первый урок по Евгению Онегину? Во-первых, задали бы вы читать заранее, предупредили бы вы детей, что будет Онегин, или это вот как Зоя с помойкой, да? Чему был бы посвящен первый урок, какие вопросы? Вот у меня сейчас девятый класс, и для меня это просто мука мученическая. Не знаю, как это начать. Вот этот огромный текст, важный, и мой девятый класс. Я просто их сопоставляю и не понимаю, пока мучаюсь. Вспомнили, да? Теперь смотрите, что происходит. Я спрошу детей, что заодно надо? Мы не сказали, учить наизусть. Я говорю, что учить наизусть? Не знаю, но вот начало есть, а докуда не сказал. Ну, хорошо, ладно. Я сажусь сзади. Заходит халфин. И без всяких этих... Раньше это называлось приветственное слово учителя, теперь надо сказать, что это предкоммуникативная фаза урока. Он без всякой предкоммуникативной фазы, он говорит, трое к доске, выходит, трое к доске, начиная, один мой дядя, самый честный, правило, не так. Он показывает ему, как читает. Давай повторяй. То, значит, бей-бей-мей-мей, ладно, те три, следующие я не выучил, два, следующие тоже что-то бей-бей-мей. Три сели. Следующая тройка идет, один от парты, говорит, я не пойду, я не выучил, тебе тоже два. Слушайте, какой-то ужас просто. Переходит 15 минут, класс закатный, в асфальт, полная тишина, три-два-два, два-два-три. И я понимаю, что к нам в школу пробрался просто фашист. Мне надо сейчас встать, и так нельзя заучивать на уроке. Но я вот сейчас исключительный случай, я должен сделать так, чтобы этого человека не было. Потому что так нельзя ни с Пушкиным, ни с детьми, ни с чем. Меня удержала на месте одна мысль, я уже начал вставать, мысль удержала следующая. И я очень благодарен этому. Унес двое номеров, прошло 15 минут, что он сейчас будет делать? Вот что он будет делать дальше? И я остался сидеть. А он знает, что сделал дальше? Он говорит, а я не знаю, о чем с вами разговаривать. Вы не читали Онегина. Ну давайте вот что развернусь, прошу. Как звали маму Онегина? Вот они примерно так же и молчат. А, он еще сказал, никак не звали. Нет там мамы. А папу как звали? А папа есть, есть, говорят Онегина. Я не спрашиваю, есть или нет. Я спрашиваю, как звали? Никак не звали. Слушайте, а правда, смотрите, у нас все герои русскую литературу с отчествами, да? Печорин? Григорий Александрович. Да, там не знаю, Базаров. Евгений Васильевич. Обломов. Илья Ильич. Все с отчествами один, они один без отчества. Папа есть, никак не звали. Он говорит, хорошо. Ну кого-нибудь как-нибудь звали. Вот ребенок живет, растет, окружает люди. Кого-нибудь как-нибудь зовут. Один говорит, вот тут написано месье ляббе с большой буквы. А мальчик из угла говорит, нет, я читал вчера комментарии, это просто значит аббат. Он говорит, о, он знает, разве мы с двойкой пять рядом. Тут один мальчик говорит, да нет, еще вот до вас, знаете, интонация. До вас мы читали «Капитанскую дочку», там был Савельич. Правда, был. А тут что получается? И вдруг на моих глазах начинает развиваться разговор, которого я никогда нигде бы не мог прочесть и даже предположить. Смотрите, Онегин живет, окруженный никем, мамы нет, папы есть, но никак не зовут. Ни одного человека, названного по имени, не окружает его в детстве. Вот окружают какие-то фантомы. Вокруг самый умышленный на свете город Петербург, город-призрак, да? Это перекати поле, которое никакими корнями вообще никуда, ни в какую почву не встроен. И тут же в разговор рядом вплывает кто-то другой, у которого и маму зовут вот так, и мама есть, и папу зовут вот так. И тысячи корней в почву. Кто, как вы думаете, в этом романе такой? Татьяна. Смотрите, они не встретились еще до всякой своей встречи, они уже живут на разных планетах. И все это выросло из-за идиотского вопроса, который я тоже себе записываю как помойку. Как зовут маму Онегина? Именно в такой формулировке. Потому что именно такой вопрос затягивает в орбиту разговора. Я не учитель русского языка и литературы, я писатель. Но я много общаюсь и с подростками, и с учителями, и с библиотекарями. Наверное, больше всего, что меня удручает часто, это совершенно не человеческий язык, который мы стали говорить. Совершенно формализированный какой-то, казенный, полный канцеляритов. Вот сегодня было просто, было счастье, потому что это был совершенно живой язык. И если таким языком будут вестись уроки русского языка и литературы, с таким азартом, с таким интересом, с таким неравнодушием к языку и, собственно, к присутствующим, сегодня это были учителя, а вообще, конечно, в идеале должны быть дети, то я думаю, что это будет любимый предмет. Мне одразу вось после этой лекции, после этого семинара, одразу хотелось узнать шмат-шмат цикавых вершев белорусской литературы. И минавито вось таким чином, вось такой живой размовой, эмоциями затекавить в ушнеу. Нам придется говорить о стихах, делаем небольшую с вами разминочку поэтическую. Вообще, моя задача, как можно больше дать вам каких-то практических штучек и ходов. Очень рекомендую вам ныне живущего поэта Александра Кушнера, который был сам учителем литературы и который много написал текстов нам подходящих. Вот один из них – игра. Давайте попробуем поиграть. Значит, если есть игра, есть правила. Давайте попробуем правила повычислять. Здесь стихотворение с пропущенными кусками. Вообще, сегодняшний наш уклон – это работа, прием, такой прием работы с текстом, когда мы из него убираем какие-то фрагменты. И эти фрагменты мы по-разному с детьми дальше достраиваем. Какие можно здесь предположить закономерности? Имя, отчество, фамилия. Отлично. Первая закономерность. Вторая. Рифма должна быть, имя заканчивается на «н». Ну, заметим, может тоже пригодится. Мы должны будем восстановить рифму, мы должны будем сказать имя, фамилия, отчество. И мы, видимо, должны будем выдержать размер. Если вы изучаете с детьми поэтические размеры, вот на этом стихотворении очень хорошо их как раз и проговорить. Когда может возникнуть такая игра? Ну, идут дети и играют. Мы должны в ритм, мы должны с рифмой называть предметы, которые нас окружают, и рифмовать их. Антон Антонович Антонов – это не игра, это имя. А вот уже следующая строчка «фонтан, фонтан, фонтан». Мы соскользнули в игру, потому что у фонтана нет имени отчества. Но раз мы играем, пожалуйста, мы там оказались. Так, принцип поняли. Полминутки вашей версии. Значит, первые две строчки какие будут? Федот, Федотович, Федотов, Борис, Борисович, Борисов. Отлично, давайте ваши версии. Федот, Живот, Живот, Животович, Животов. Нормально, Федотов, Животов рифмуются. Отлично, хорошо. А если я скажу так, удот? Удот нас вот здесь устроит, но он нас не устроит в конце, потому что удот превратится в удодов. Какая тема русского языка может быть здесь? Когда вы изучаете фонетику, оглушение согласных, да? Значит, удота не берем. Борис, компромисс, рифма же. А что-то с размером не то. То есть, когда вы изучаете размеры, вот эти ямхары и прочее, не буду говорить, сами сообразите, можно специально ошибочные варианты предлагать или оценивать, когда ошибочные варианты детей, иметь в виду, что это повод для разговора о тех или иных сторонах стихотворения или языка. Так, здесь уже привычно. Просто еще раз прокрутим слова. Захар, Захарович, Захаров. Матвей, Матвеевич, Матвеев. Ребену предлагает слово «сахар». Нет, почему? Захар — это ямб, Сахар — это хорей. Кстати, сразу лайфхак, то есть прием для изучения размеров. У нас у каждого есть имя, и это имя устроено по образцу какого-то размера. Смотрите, я Сергей. Это ямб. Два слога, второй ударный. Давайте, кто со мной еще ямбы? Поднимите руку, мы проверим. Кто ямб? Из вас, из вас сейчас. А можно с детьми это делать? Очень здорово. На первом уроке знакомства — это всегда отлично. Новый класс. Никто не знает, кого как зовут, а мы заодно изучаем размеры. Итак, я Сергей, я ямб. Кто со мной? Ни одного ямбы не верю. Имя свое вспомните. Сейчас вы не на меня смотрите, а свое имя вспомните. Хорей. Кто из вас хорей? То есть Тата. Пожалуйста, проверяем. Юля. Таня. Анна. Мольга. Мольга. Хорошо. Значит, заговор хореев против одного единственного ямба. Посмотрим дактиль. Та-та-та. Первый ударный, два безударных. Та-та-та. Ой, врете. А можно же уменьшительно-ласкательное делать. Была Таня. Хорей стала Танечка. Людочка. Анечка куда делась? И сейчас ползала будут вполне себе дактилями. Значит, возникает еще одна проблема. А можно набрать себе больше размеров. То есть, кто будет победителем? У кого будет все пять, например, или четыре. Давайте смотреть. Амфибрахий. Та-та-та. Алена. Марина. Вот я тогда к вам. Я буду Сережа. Ладно, раз я там, вы меня бросили все. Точно никто не осознал свою ямбовость? Нет? Та-та. Светлана. Светлана. Это все у нас амфибрахий. Анапис. Довольно редкий размер. Та-та-та. Инесса. Инесса. Если мы во Франции, вполне. Инесса. Ага. Мадам Инесса. Отлично. Да. Александр. Вполне себе. И смотрите, есть такие имена, которые, если у вас в классе есть ребенок с таким именем, он может быть победителем. Это может быть этап знакомства, этап игры, этап знакомства с понятиями. Возьмем имя Ваня. Смотрите. Ваня Харей. Иван Ямб. Давайте этот самый. Ванечка Дактиль. Иоанн. Это анапис. Они не все. Ванюша. Отлично. Это будет амфибрахий. То есть Ваня, потенциаль, и Коля такая же штука. Но там надо делать Калюня, Колечка, Колян, да, вот эти вот. Коля. Не Коля французский. Вот с этими всеми можно штуками поиграть. У Кушнера так. Захар, Захарович, Захаров. Матвей, Матвеевич, Матвеев. Кошмар, Кошмарович, Кошмаров. Злодей, Злодеевич, Злодей. Но все это дело мы затеяли вот для чего. Сложное всегда в последней строчке. Часто последнюю строчку стихотворения называют словом пуант. Это не просто точка, это еще такой мастерский удар в фехтовании. Как бы нужно закончить такой строчкой, которая создаст эффект вау. Смотрите, если мы скажем так. Сысоев, Болтай, Болтаевич, Болтаев. Постой, Постович, Постович, Шагаев. Болтайвич, Шагаев. Он нас такой возникал. Ну и что? Должен быть какой-то финал. Должен быть какой-то, какая-то там изюминка. Должна быть какая-то штука. Я вам сразу скажу. Мы занимались этим со взрослыми людьми, студентами, школой, студией МХАТ. Там довольно много дальше будет примеров на последней строчке. Знаете, что я заметил? После того, как мы разобрали, что такое пуант, как он работает, они посочиняли, в этом поварились. Они стали в своих работах, которые они пишут, начиная работу, закладывать вот этот последний вау. Вдруг выросло резко качество их письменных работ. Не повисают внизу вот эти ниточки, а мы отрезали, и там вот этот холст ниточками. А придумана эта штука. Вот давайте попробуем придумать строчку, которой мы отмаркируем выход из игры. Как мы вообще выходим из игры в жизни? Что мы говорим? Финал. Стоп игра. Я в домике, я не знаю что. Вот нужно придумать такую строчку, которая будет по смыслу это означать. Чтобы выйти из игры, надо перестать выполнять правила. Мы перечислили с вами правила. Мы должны какие-то правила перестать выполнять. Мы можем перестать выполнять правила размера, но тогда разрушится стих. Вряд ли. Весь эффект, что мы остаемся внутри размера. Вряд ли мы можем перестать выполнять правила, не дав рифму. Потому что весь цемент ситуации в том, что и рифма на месте, и ритм на месте, а все ты понимаешь, что вот не так. Значит, что мы должны точно, ну что у нас осталось не выполнить? Имя, отчество, фамилия. Вот из этой последовательности можно выйти. Мы сейчас на нее только настроились, поэтому нам трудно даже себе представить, что может быть какая-то другая строчка. Мы уже так по этим рельсам едем, а вот пуант ровно в том, чтобы обмануть наши ожидания. Постой, я больше не играю, я устал, я больше не желаю. Чувствуете, да? Вот что такое настоящий поэт, когда он находит этот момент выхода за рамки. Последняя строчка стихотворения дает этот самый интересный эффект. Значит, смотрите, Герман Луковников, еще один очень яркий, современный детский поэт, который играет со словами. У него есть своя страничка в Фейсбуке, он все время прокручивает тексты через эту страничку, и там часто бесценный материал для нашей лингвистической работы. Меня когда-то зацепило первое стихотворение, ну, несколько, которые я слышал, значит, он их еще очень здорово читает. Если он когда-нибудь к вам приедет, обязательно тащите их себе в школу, он любит выступать перед детьми. У него короткие стихотворения из нескольких слов. Например, есть такое. Кто-то пальцем в небо тыкал, вкл и выкл, вкл и выкл. И к этим стихам очень много рисунков. Дети любят, да, вот палец, небо и кто-то в солнце, как в кнопку, вкл и выкл. Всего три слова, две строчки. Первую, запишите строчку. Ослаб, да, ну, в смысле, слабый я. Нет, это слит написано, ослаб. Точка. Вторая строчка под ней. Ослаб, пробел, б. Какая картинка возникает? Человек шел в горах, он устал и думает, вот бы мне осла, на котором поехать. И вот такими штуками он играет. Смотрите, какое он придумал стихотворение. Подумал Митя. Могут неужели синхронненько в один и тот же миг подумать об одном и том же деле двое людей? Кстати, так бывает в жизни? Бывает. Нет? Вы сами ловили себя на том, что одновременно приходит какая-то мысль. Вот мы с женой сейчас себя ловим на этом. Серебряная свадьба у нас уже была. И вот наступил период, когда одна и та же мысль приходит в голову двум людям. И это стало пугать уже. Я не понимаю, что делать. И однажды она была на даче, а я был дома. И я вдруг почувствовал сильное желание убраться в квартире. Я не понимаю, почему. Это вообще как-то странно. Но я долго сопротивлялся. Ну, сколько-то я сопротивлялся. Это же какая-то противоестественная идея. Но потом я убрался. И вдруг выяснилось, что она едет домой. Так, как бы это закончить? И тут же с них. Вполне себе стих, да. Смотрите, во что превратилась эта история. Она превратилась в ленту Мембиуса. И это стихотворение можно визуализировать не просто рисунком, а 3D-объектом. И когда вы на уроках литературы с детьми визуализируете что-то, это вообще самые хит-уроки. Разбиваете их на группы. Вот это стихотворение покажите в виде арт-объекта. А вот теперь смотрите, как это работает в стихах серьезно. Марина Цветаева. Не возьмешь моего румянца, сильного, как плевый рек. Ты охотник, но я не дамся. Ты погоня, но я есмь бег. Не возьмешь мою душу живу. Так на полном скаку погонь, Пригибающийся и жилу перекусывающий конь. Вот, кажется, и все. Остановись тут. И так сильная картинка, да? Вы видите эту любовную историю, как она не будет подчиняться преследующему ее охоте, как она уйдет от него. А если он так ее догонит, она, как вот этот дикий конь, перекусит себе жилу на бегу и умрет. Ну, что она делает? Последнее слово. И в и так понятной истории она досочиняет и выносит в отдельную страфу аравийский. Какое слово аравийский само по себе ароматное, да? Какие ассоциации оно у вас вызывает? Аравия – это что? Это пустыня, это жар, да? Это, с одной стороны, смерть, с другой стороны, это экзотика, какая-то красота, да? И аравийские вот эти скакуны нам кажутся каким-то вот просто сказочными. С одной стороны. С другой стороны, аравия – это слово очень тяжелое, вот именно вот по своему такому ассоциативному ряду. А с другой стороны, смотрите, ведь это происходит фактически прыжок через барьер. Где в стихе расставлены барьеры? Они расставлены вот там справа. Это же паузы, паузы, паузы. Мы загнаны в ритм. Мы загнаны в ритм, как в клетку. Фактически, это последний прыжок. Это значит, что у меня есть силы перепрыгнуть и там умереть. Мне сразу вспоминается фрагмент из Евгения Онегина, который построен вообще очень жестко. Там Онегинская строфа. Пушкин придумал себе невообразимые условия существования. Другой Александр Сергеевич, его тезка, в этот момент пишущий «Горе от ума», чтобы изобразить живую речь, пошел противоположным путем. У него вольный ям. Что такое вольный ям? Это сколько хочешь строить их. Стоп в ямбе. Длинное предложение. Много будет стоп. Короткое будет такое. Я себя не стягиваю рамками. И у нас ощущение, что «Горе от ума» написано живым языком. Но у нас ощущение, что живым языком написан Евгений Онегин, согласитесь. А там жесточайшая структура. Не просто четырехстопный ямб, а не разностопный. Но еще рифмовка, помните, везде одинаковая. И по 14 строчек. За счет чего, получается, у Пушкина жесткая форма создает ощущение свободной речи. На одном эффекте. Он ее постоянно нарушает. А помните, как Татьяна убегает, когда Онегин приезжает в дом? Там написан ее прямо бег, как она кусты сирень переломала. И задыхаясь на скамью, это последнее слово страфы. Упала. Точка. Слово «упала» весит тонну. Упала, так упала. И вот здесь перескочил, так перескочил. И это чутьем каким-то поэт находит. А вот теперь посмотрите. Совсем сложное стихотворение Ивана Елагина, поэт, который вынужден был эмигрировать из страны, потому что, в частности, убили его отца. Он жил в Штатах. Он там работал и мойщиком полов, и профессором университета. И вот в 60-е годы он написал такое стихотворение, оно называется «Амнистия». Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве в 38-м. Вероятно, на пенсию вышел. Живет на покое, и дело привычное бросил. Ну а если он умер, наверное, жив человек, что пред самым расстрелом толстой проволокой закручивал руки отцу моему за спиной. Верно, тоже на пенсию вышел. Ну а если он умер, то, наверное, жив человек, что пытал на допросах отца. Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. Может быть, конвоир еще жив, что отца выводил на расстрел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. И тут последняя строчка, которую я специально убрал. Смотрите, оно и само по себе очень сильное стихотворение, да? Как эта экспрессия дается. Видите, как проволоку и руки закручивают. Каждая строчка, как виток этой самой проволоки, да? Ну смотрите, когда мы получаем финальные строки, мы понимаем, что вся сила здесь. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня. И вот тут мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Нам казалось, что кто кого должен вообще-то прощать. И мы понимаем, что он на родину не вернется никогда. Потому что амнистия произошла, а ничего не произошло. Все эти люди сидят на тех же самых местах. Еще мне говорят, ты теперь не виноват. Можешь возвратиться. Мир перевернут. Я должен их простить. И вот поиск этих самых финальных слов, финальной точки, это сильная штука. Я люблю начинать урок. Так, я пишу на доске слово вот такое, транстремер. Прямо пишу долго. Это успокаивает детей. Дети начинают, значит, смотреть. Я спрашиваю, что это такое? Что бы это могло значить? Я его пишу сначала без двух точек, так вот, транстремер. Дети говорят, трансформатор знаем, транскрипцию знаем, транс еще что-нибудь знаем, транстремер не знаем. Тогда я говорю, я вам немножко помогу. Ставлю две точки над йо. Значит, начинается нервный смех. Чем помог, ничем лучше не стало. Значит, что бы это могло быть? Оказывается, это шведский поэт. Но мизансцена была следующая. В ноябре, я читаю в новостях, что Нобелевскую премию этого года получил шведский поэт Тумас Транстремер. И дальше статья переводчика об этом поэте. Он дружил с Бродским, и Бродский посвятил ему два стихотворения. Транстремер играл на пианино очень профессионально, а потом он перенес инсульт. Я как человек, который писал, и он тогда преодолел это следующим образом. Он стал играть на пианино одной рукой. Ну, кажется, много ли наиграешь одной рукой? Да нет. Но вот для него даже композиторы европейские стали сочинять специальную музыку, и пишет переводчик, он играет на пианино как бы просто, почти прозрачно, но так глубоко, что дух захватывает. И вот его стихи такие же. Они такие простые, но так глубоко, что захватывает дух. И двоеточие из стихотворения. Вот я вам сейчас дам начало этого стихотворения, оно всего из трех строчек. Я на следующий день, надо сказать, прибежал на урок, и вместо Тургенева я написал слово Транстремер, они ничего не знали, естественно. И мы вот сделали то, что будем делать с вами, а потом я это много раз повторял, это очень здорово работает. Первая строчка, записывайте. Я- не, не в смысле я-, хотя тоже было бы интересно, это, кстати, я- шахматный этюд. Шахматный этюд. Вот теперь нам нужно дописать две строчки. Рифмы нет, ритм очень условный. Давайте так, вспомним, ну, когда поэт говорит «я», в большинстве случаев мы привыкли, что он подразумевает под этим «я кого?» Ну, себя, хотя нам нужно различать там лирического героя и автора, но, в принципе, мы так понимаем, что не очень-то с этим и согласны, иногда хочется сказать поэт. Вот Пушкин пишет, я вас люблю. Ну, мы себе подставляем, облик вполне понятный, да? Хорошо, а бывает так, что поэт говорит «я», мы отчетливо понимаем, это не он. Бунин пишет, я простая девка на баштане. Мы же не будем писать, Бунин запятая простая девка на баштане, значит, переживает, что рыбак ее не любит. А бывает, что вещи, да, вот, я як-истребитель, пишет Высоцкий. Как это? Как это быть яком-истребителем? Для чего я сейчас это говорю? Вы смотрите, я шахматный этюд. Вам сейчас нужно будет на 3-4 минуты превратиться в шахматный этюд. Если понятно, что такое тетенька як-истребитель, то непонятно, что такое шахматный этюд. Куда это относится? Что это такое? Это же не вещь, не предмет, не человек, не существо. Давайте попробуем найти существительными, которыми можно описать, что это. Задачка. Отлично. Можно прямо даже эти слова коллекционировать. Задачка еще. Сражение. Сражение. Хорошо. Вам же сейчас предстоит этим быть? Положение. Положение какое-то, да, ситуация, комбинация, да, какая-то, соотношение сил. То есть, вот такие вот полуабстрактные понятия, и нам нужно понять, как это быть этим. Ну, смотрите. Если я, например, выбираю себе предмет какой-то в классе, вот доска висит, да, я доска. Вот я доска. Я какой? Я какая? Я такая плоская, такая зеленая. Что я могу? Я могу висеть. На мне все пишут. Меня это ужасно раздражает. Всякую глупость. Вот сейчас написали транстремер. Зачем? Не знал я это и знать не хочу, да? Теперь давайте. Раз я шахматный этюд, какие у нас условия существования? Шахматный этюд это задача, которую придумывает один шахматист. Он расставляет на доске фигуры, не все, а какое-то количество. И оставляет второму шахматисту записку. Белые начинают и через три хода выигрывают, ставят мат. Второй пришел и должен эти три хода найти, плюс ответные ходы черных. Вот он сидит и думает. Значит, что у нас есть с вами? У нас есть доска. У нас есть черные и белые, те образы, которые могут там быть. У нас есть фигуры, правильно? Так. Мы их вспомним. Пешки там, короли, да? Вот условия нашей жизни. У нас есть ходы, у нас есть один, кто сочинил, у нас есть тот, кто будет разгадывать, а я вот это, между ними такая задача. Вот теперь ваша задачка. Вот словесно-образный ряд у вас из этого должен быть, а настроение то, какое сейчас. Не думайте о красоте, не думайте о том, что это поэзия, ни о чем. Просто вот слушайте себя, прямо так себе скажите, я шахматный этюд, никакой рифмы, ничего, ничего. Три строчки, ничего ничем не рифмуется. Если вы не знаете сейчас, о чем писать, напишите об этом. Так. Теперь следующий этап занятия такой. Наша задача, особенно когда это знакомство нового коллектива, это очень здорово, наша задача выслушать человека и попытаться ему дать обратную связь. Не про него, и это очень удобно, про этот этюд. Я шахматный этюд, я же не я, но я на самом деле сейчас сказал о себе, и мы можем сказать, какой это шахматный этюд. Давайте мы сейчас потренируемся, что в этой роли рассказывателя буду не только я, а кто-то из вас еще. Я шахматный этюд, но кем придуман, и кто меня сумеет разгадать? Я шахматный этюд, но кем придуман, и кто меня сумеет разгадать? С моей точки зрения, это этюд философски настроенный, он задает вопросы, вопросы, направленные прямо в самый центр мироздания. Этот человек не знает ответов на эти вопросы, но это не создает у него страха, не создает у него тревоги, это скорее спокойное вопрошение. Но мы можем даже найти литературных героев, которые находятся в такой позиции, вопросов Богу, вопросов существования. Но одновременно этот этюд и немножко себе на уме, потому что пойди найди еще, кто меня разгадает такого. Я стою тут просто как бы простенький, но не простенький. Так, еще кто? Фигуры в танце закружились, сложится картина. Смотрите, совсем другой характер. Какой? Жизнь для меня скорее танец, но как-то с уверенностью, что он придет к какому-то финалу, когда все сложится. Очень позитивный этюд. Что у Транстремера? А у Транстремера так. Я шахматный этюд, смерть склонилась надо мной, она знает решение. Я вам напомню, что это то первое стихотворение, с которым я познакомился, которое привел переводчик. Что я вдруг почувствовал? Я почувствовал, что этот поэт, несмотря на то, что у него инсульт и не работает половина тела, сильнее меня как читателя, потому что он сейчас взял и произвел со мной одну... Просто настоящую физическую операцию. Смотрите. Я шахматный этюд. Намечено ли пространство, про какое-то пространство? Не очень. А вот смерть склонилась надо мной, вы волей-неволей чувствуете, что вы лежите горизонтально, и над вами у каждого свой образ. Да? Погромче только, чтобы все слышат. Я шахматный этюд. Я шах и мат. Это в три строчки записано. Я шах и мат. Вы путывайтесь. Давайте. Кто? Готов сейчас. Но вот представьте, это ваш ученик, он это написал. Цель победить. Значит, определенная цель. Все сведено к цели. Отличное наблюдение. Раз-два. Очень четко, лаконично, простроено. Прямо такой удар, удар, удар. Я не отвлекаюсь. Я иду к этой самой цели, я твердо знаю, что я ее выполню. Первое, что хочу сказать, что у детей не возникает вопроса, а что писать. Потому что вы им не сказали, что это должен быть анализ, вы сказали, пишите, что хотите. Они начинают рисовать. Они начинают вспоминать, как они сами были в похожей ситуации. Они начинают медитировать и выдавать какой-то напряженный текст, похожий на какие-то стихи в прозе. Даже у двоечника есть отклик. Что они делают с текстом? Вы увидите, что очень редко с текстом происходит собственно филологическая работа. Как правило, они этим текстом поджигаются и начинают сочинять свое. Или они начинают анализировать ту сумму идей, которая есть внутри текста, а текст как текст они не видят. И когда вы приходите на следующий урок, вы всех хвалите, вы показываете лучшие рисунки. Вы рассказываете о лучших мыслях, а потом им показываете, что такое на этом же самом тексте. Увидеть текст взглядом филолога. И когда вдруг они видят вот это свое, вот это вот, ценно и важное, вы это сказали, что это круто, а потом видят вот это, вот тут и возникает, зачем нужна эта филология, зачем это нужно. В глубине огромной романской церкви в полумраке толпились туристы. Свод зиял за сводом, насколько хватало глаз, трожали редкие свечи. Безликий ангел обнял меня и наполнил своим шепотом мое тело. Не стыдись того, что ты человек. Гордись этим. В глубине тебя открывается свод за сводом, уходя в бесконечности. Ты никогда не будешь окончен, иначе и быть не может. Ослепший от слез, я очутился на площади, затопленной солнцем, вместе с мистером и миссис Джонс, господином Танакой и сеньорой Саботини. И в глубине каждого из них открывался свод за сводом, уходя в бесконечность. Собрали, прочитали, выделили лучшее, про это все поговорили, а теперь нам нужно им показать, собственно говоря, как работать с текстом на этом стихотворении. Вот тут мне нужны ваши идеи. У меня свои идеи есть, она работает. Я бы хотел послушать вас, чтобы вы предложили, как бы вы... Вот помните, я вам сказал, самое главное дело решает первый вопрос. Он как бы дает вектор. Вот чего бы вы спросили, с чего бы вы сами начали, какие есть идеи. Давайте, чтобы это было, я вам дам 5 минут, и вы можете это обсудить с соседом. Покрутить сейчас. Вы можете это разрисовать, как хотите, расчерчить, расподчеркивать. Выбирайте соседа и с ним штурмуйте. 5 минут даю. Хорошо, время пошло. А еще послушайте, как шум прибоя. Вы друг другу послушайте. Это время сладкий уху звук. Такой же будет в классе. Это просто красота. Давайте, ваши идеи. Кто готов? Любую деталь... Ну, фокус, давайте все-таки такой. Не просто сейчас сообщить какую-то деталь, а как нам начать разговор об этом стихотворении? С чего начать? Что спросить? Вот они вам выдадут сами в своих работах все про эмоцию, которую они испытывают, все про как бы суть проблемы, которая здесь затронута. Они выдадут вам все, кроме, собственно, филологии, то есть устройства текста. Все, что они вынули, пришло к нам в этом обличье. И только потому нам стало внятным, что оно в этой форме существует. И наша задача их обратить внимание на эту форму. Потому что только видя ее, мы можем увидеть больше, чем вот этот сгусток как бы слов, ну, что вот это про Бога, что это про веру, что это про бесконечность. Поймите задачу. Не задавайте этих вопросов, которые они и так могут взять, как бы, про жизнь. Давайте еще раз. У нас свой объект. Перед нами текст. Текст – это какое-то количество слов, расположенных в таком-то порядке. Вот. Извините, что я сейчас так жестко гну эту линию, но мне важно, чтобы мы сейчас научились с вами или вспомнили, как делать именно это. Потому что все остальное они и так уже сделали без нас. Если бы вы красно вы видели слово-слово. Так, мне нравится очень ваш вопрос. И я бы даже на его основе, чуть-чуть раскрутив, сделал бы действительно первый вход в этот текст. Спасибо за подсказку. Есть какие-то еще идеи? Ключевые слова. Смотрите. Поиск ключевых слов – это вообще очень хороший способ входить в незнакомый текст. Вспомним блог, о котором я говорил, что стихотворение – это вообще покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Они мерцают и светятся из-под этого покрывала, как звезды. Вот эти слова-звезды, на которых растянута ткань. Очень красивый образ. Значит, мы можем поискать ключевые слова. И тут заметить интересную штуку. Скажите мне, пожалуйста, сколько в русском языке вообще слов? Много. Хороший ответ. Мне очень нравится. Ну, примерно. У Дали 200 тысяч слов. Значит, у Пушкина там, не знаю, 13-16 всего он употребил. Хорошо. Сколько слов в этом стихотворении? Ну, скидка, не важно. Скажем, 50 или 100. Это же не важно. Важно, что в хранилище слов десятки и сотни тысяч, а взято 50. Вот, смотрите. Смотрите. Мы идем сейчас из жизни. Просто я сейчас с вами разговариваю как раз из жизни. Вот поэт заходит в хранилище слов. Там тысячи. Десятки тысяч слов. А вынет, возьмет он с собой 100 или 50. Большой конкурс? Большой. В ВУЗ будете поступать? Спрашиваю я детей, есть ли такой конкурс. Да, говорят они. Мы лучшие. Да, поступаем. Но задачка сложная. Тем удивительней, что какие-то слова он взял дважды или трижды. Смотрите. Надо замечать повторы в тексте не потому, что так написано у Лотмана в классической книжке анализ поэтического текста, и мы все это выучили. А просто из логики жизни. Когда мы идем из какой-то логики, ребенок не протестует. Когда мы ему даем план анализа, в котором расписаны пункты, возникает дичайший протест. Почему это? Сейчас ни на одной стадии не возникло протеста. Слов много-много, тут мало-мало. Зачем тогда повторяются? Хрен знает. Значит, это важно. Ну, хорошо. А какие слова повторяются? Вот тут вы нам уже дали подсказку. Свод за сводом. Вот это и свод за сводом. И это очень здорово нам поможет увидеть то, что называется словом композиция. Ведь когда мы сталкиваемся с большим, лучше всего это есть по частям. А сколько здесь частей? Вот смотрите. Я задаю вопрос. Сколько частей? И я получу, я знаю, разные ответы. По опыту. Три и два. Есть те, кто на два бы разделил. Есть те, окажутся среди ваших. А есть те, кто на три. Как мы будем спорить? Транстремер не оставил нам завещание. Мы не знаем как. Но за счет того, что мы нашли себе в руки ключ искать повторяющиеся слова, мы скорее склонимся к идее какой? Три. Потому что если вы подчеркнете свод за сводом, теперь давайте мы это сделаем. Мы подчеркнем свод за сводом. А лучше иметь такие, знаете, фломастеры, которые как маркеры отмаркируют. Свод за сводом, свод за сводом и свод за сводом. И мы даже можем границы частей сейчас обозначить. Первая часть заканчивается. Где? Дрожали редкие свечи. На полях прям поставьте римскую цифру 1, чтобы мы не забыли. Это первая часть. Вторая. Иначе быть не может. Вторая часть, отслепшая, отслепшая, третья часть. И каждая из этих частей как бы висит на вот этом одном словосочетании. Свод за сводом, свод за сводом, свод за сводом. Кто-то скажет, слушайте-ка, они сами как своды. Отлично. Ты вообще гений. Молодец. А теперь смотрите. Когда у нас есть части, у нас есть возможность их сравнивать. Мы можем сравнить первую со второй, а можем сравнить первую с третьей. Каким путем пойдем? Можем разбиться на группы, когда мы в классе. Сейчас ничего уже не можем. Уже времени нет, надо расходиться. А там можно пойти. Пусть одни сравнивают первую со второй, а другие сравнивают первую с третьей. Давайте мы найдем. И ответы должны быть такие. Здесь так, а здесь так. Или здесь это есть, а здесь этого нет. Два разных типа соотношений. Есть и там, и там, но по-разному. Или есть нет. Давайте, все ваши ответы. Только нас много, да, по очереди. Первая ответа, антитеза, полумрак, солнце, свет. Все хорошо, кроме слова антитеза, которое надо ввести. Нет, его надо на этом, на этом примере можно его ввести, как бы между прочим. Так, значит, еще раз, простите, первое, полумрак и солнце. Отлично. Значит, там полумрак, тут солнце. Там совсем нет света? Нет. Есть. Редкие свечи, а здесь они превратились в солнце. Отлично. Что еще? Там так, а здесь так. Смотрите, интересная вещь. В первой части никакого я нету. Я появляется где? Во второй и в третьей. Но в первой части есть люди и в третьей части есть люди. А во второй их там нет. Смотрите, какая штука. В первой части есть люди и нет меня. Во второй части есть я, нет людей. В третьей части есть и я, и люди. Неплохое наблюдение. Еще одно. Там они названы туристы, толпятся. А здесь вдруг эти люди получили имена. И любопытно, что они получили не просто имена, они получили разные имена национальности. И мы даже можем сказать, какие. Смотрите, мистер и миссис Джонс. Это что? Это может быть Англия, а может быть Америка. И сейчас вы поймете чуть позже, почему нам выгоднее Америка. Почему нужно ласковее посмотреть на ученика, который скажет, Америка, чем Англия. Да, значит, Танака, это что? Япония и Саботиния, это Италия. Почему нам выгоднее США? Это разные континенты будут, разные части света. И это значит, вообще все люди. Наметив три точки, он сказал все люди. Но они получили каждый, вот эта масса безликих туристов. Что делают туристы в церкви обычно? Они глазеют, они делают селфи, они притекли сюда не для того, для чего приходит верующий. Они пришли отметиться. И вот они ползут, как эти мухи, безликие, да? И ясно, что этого я нету сейчас в первой части, потому что его нет и в самом себе. Человек, который в первой части это видит, видит все, как отсутствие смысла. Вокруг тошные люди. Свод зияет за сводом. Это очень небанальное слово. Что может зиять? Дыра, рана, бездна. Вот он смотрит внутрь алтаря, а видит зияющую бездну. Он пришел за смыслом, а смысла нет, ни на йоту. Вы уже на этом этапе можете себе сказать, черт, у меня как маячок другой текстик, другой текстик в голове магнитится. И если вы запустите себе в голову этот процесс, когда вы примагничиваете одним текстом другой, когда у вас возникает из одного текста валентность, которая привяжет другой текст, в этот момент вы поймете, что вам будет сложно работать в чужой программе. Что свою программу собственную по литературе, даже находясь в логике единой программы в стране, вы сможете делать индивидуальный за счет примагничивания сбоку других текстов. Скажите, какой текст начинается ровно с того, что человек один фактически в пустоте мира, а потом к нему яйца ангел. Ангела не будет там. Пушкинский пророк. Да? Начало точно такое же. Вот это самое ощущение пустыни, темноты и еще один признак. Давайте найдем, сравнив первую часть с третьей. Свобода. Правильно. И он находится там внутри церкви, а здесь он находится снаружи. Огромный распахнутый солнечный мир и темнота и замкнутость начала с ощущением бездны в перспективе. Значит, у нас вопрос, что произошло в серединке? Что с героем происходит какой-то катарсис, ослепший от слез? С ним происходит вот эта встреча. встреча, в которой исчезают люди, в которой появляется ангел. И если мы вспомним русское стихотворение, то ангел делает с человеком там довольно тяжелые действия. Вырывает язык, рассекает грудь, совершает целый ряд хирургических операций, после которых неудивительно, что как труп в пустыне я лежал. Ну а как еще? Да, но они происходят насильственно. Помните? И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык. Если мы будем честными, подумаем о глаголе «приникнуть». К чему мы чем приникаем? Только ртом или ухом. Значит, и вы сейчас поймете, что язык он вырывал тогда, ой, я даже не буду представлять. Что сделал ангел здесь? Ангел сделал одну простую вещь. Он обнял. Я, как человек, который танцует аргентинское танго, знаю волшебную силу объятия. Что дает объятие человеку? Какие ощущения? Защищенности, теплоты, близости, еще очень важно цельности. Человек изначально нецельное существо. Вот это двое, которые обнялись, это иллюзия тех половинок, которые, пусть на время, но сошлись. И это очень простой и естественный человеческий жест. В наших северных культурах культура прикосновения к другому человеку объятия очень проблематична. Особенно сейчас, когда принимают разные законы о нарушении физических границ человека. не схлопотать бы по статье, обняв. У нас теперь нельзя детей в школах не трогать, не обнимать, не гладить по голове. Учителя у нас уже придумали сделать такие руки на палках, чтобы, если что, где-то... Я не понимаю, как в этой ситуации жить, потому что, естественно, часто нужно человека как-то... Это становится поводом для судебных даже разбираться. Не знаю, как у вас, но у нас проблема. Короче говоря, здесь без всяких долгих слов ангел обнимает человека и говорит ему какие-то слова, которые, видимо, переворачивают его. Значит, почему ангел безликий? Потому что зацепило вас это слово? Какие ваши версии? И вот тут часть детей скажет, слушайте, слушайте, слушайте. А ведь безликий, не имеющий образа, голос, который ты слышишь в ухе, да голос, который тебе говорит слово гордись. О, проблематично это ангел, ребята. Идем дальше. И вообще, они говорят, вторая часть это уже как бы смерть. Так в фильмах снимают солнечное пространство, где все братья, и вообще это вполне может быть церковь, в которой это гроб, это умерший, который готовится. Это вот сам герой этого стихотворения это переход в смерть. Такое тоже может быть, и не надо говорить, что это чушь. Это вполне укладывается сюда. А люди, которые особенно религиозные, часто не видят в этом ангеле ангела, они говорят, это прельститель, гордись, это не лексикон ангела. Но что он ему сказал, посмотрите, если вернуться в эту картину. Значит, почему человек может стыдиться того, что он человек? Почему там возникает идея неоконченности? Человек же чувствует, что он несовершенен. Грешен, слаб, еще, да, вот такой вот. И ангел ему говорит, это по-человечески, это нормально. И когда он ему говорит, ты никогда не будешь окончен, он говорит две как бы противоположные вещи. С одной стороны, ты никогда не будешь совершенным и расслабься на этом. А с другой стороны, ты никогда не умрешь, что он говорит, ты будешь вечным, ты никогда не будешь окончен, ты будешь вечным. И эти две спасительные мысли, не надо свою жизнь тратить на то, чтобы класть ее на восхождение к каким-то несуществующим вещам. Прими себя, пойми, что такая слабость, которая в тебе, и это по-человечески. С другой стороны, помни, что ты будешь всегда. И что внутри тебя такой же космос, который снаружи. Вот этот момент, когда он открывает внутри него арки и является моментом катарсиса. И дети, когда рисуют, они интуитивно, а потом все больше понимают. Математики в ней особенно. Что искренне сделано как восьмерка бесконечности. И они рисуют эти восьмерку из сводов уходящих. Представляете, как эта вот петля возникает, если рисовать свод за сводом. И такая же штука в груди у человека уходит внутрь него. То есть, если человек повернется внутрь себя, он увидит эти своды, уходящие через него. И тут рождаются удивительные вещи. Я вот сохранила одну работу девочки, которая сказала, можно я не буду писать, я буду резать. Ну, режь, хорошо. Что она нарезала? Смотрите, я раздавал оборотки, то есть, я раздавал уже использованные с одной стороны бумажку. Она вырезала здесь арки. Вот так я покажу. Ну, в общем, короче, арки, которые в 3D превращаются. Ангела, слезы, и там, бог знает что. Но чудо-то было, когда я повернул, я же показываю класс, и вдруг я вижу, что ангел поместился вот у этой рандомной девушки прямо в сердце. Я говорю, смотрите, какое чудо. А они сказали, вах. Чем отличается это то от того, что нам напишут дети сами? Почему мы сейчас занимались другим, не тем, чем они занимались? Чем мы занимались? Мы занимались словами, частями, да, отдельными словами, какими-то формами. Мы смотрели композицию, мы смотрели, как устроен текст. Нашли ли мы, походу, гораздо больше, чем интуитивно скажет человек, это о боге об обретении себя? Да, конечно, мы увидели, как это сделано. И вот тут мой вам большой совет. Я сам им часто пользуюсь. Есть моя такая однофамилица, но уже, к сожалению, тоже ушла от нас, Паула Волкова. Это искусствовед очень интересный и очень яркая, харизматическая женщина. Она читала лекции по истории искусства в каком-то из институтов, и ее один студент предложил записать с ней цикл передач, он работал на телевидении, они успели это сделать. До ее смерти записано 18 передач 20-ти минутных. Она предлагает штуку такую только живопись. Вот она вам показывает картину. Вот Дюрер, всем известная картина, или там Рафаэль. Вот посмотрите на нее. Я смотрю, думаю, ну так, что я на ней вижу? Ну, сидит богоматерь, держит младенца, ну, хорошо, все, ну, все же нашел. Дальше 20 минут проходит, она мне показывает там такие штуки, которые вот просто, я не понимал, как же я не вижу, что эта рука направлена на эту руку, так, что возникает диагональ, здесь возникает спираль, которая организует все, и я выхожу, как вот из этого храма, буквально. Я там столько вижу теперь. Но потому что со мной поговорил искусствовед, о языке искусства. Вот вы прямо на себе это увидите, а сейчас мы это сделали филологически. Посмотрите, сколько мы все нашли, и самое главное, мы им дали в руки инструмент разговора. Какие мы сделали конкретные шаги? Ищем слова, повторяющиеся. Очень хорошо. Делим на части. Что мы потом с этими частями делаем? Мы говорим, здесь так, а здесь так, здесь это есть, а здесь этого нет. Находим слова, которые цепляют нас, потому что они не бытовые, и так мы не говорим. Ведь очень важно просто эти инструменты произнести. Когда мы говорим ребенку, анализируй текст, мы фактически себя сбрасываем. Вообще, что можно делать с текстом? Черт его знает, он пялится в него. А тут у него возникают конкретные шаги. Ну, и еще одна вещь, я словил ее эффект. Вы помните, что это было сразу после вручения премии. Я им сказал, что, ну, вообще-то надо следить за премиями, это все-таки лучше писать. И сказал так. Первый, кто в следующем году мне сообщит имя Нобелевского лауреата, получит там пять по литературе. У нас пятибалльная система была. Я сказал, забыл. Проходит год. Я где-то сижу. И вдруг мне с неизвестного номера приходит СМС-ка с двумя словами. Мо-янь. Вы сидите где-то, вам приходит с неизвестного номера два слова. Мо-янь. Ну, кто-то ошибся номером. Через минуту приходит с другого неизвестного номера. Мо-янь. Тут я, значит, понимаю, что-то началось, кто-то меня троллит, что-то происходит. И только третий написал, Нобелевский лауреат этого года Мо-янь. Значит, они зарядили родителей. Родители, кто первый успел, это бабушка сидела, слушала радио, написала папе, папа бизнесмен на совещании. Он написал, пятерка по литературе, не каждый день. Значит, сколько лет прошло, я теперь каждый год знаю, кто Нобелевский лауреат, без подсказок. Потому что тот или иной студент или ученик. То есть, вы себе еще обеспечите собственную информированность. Каждый год вам будет просто на блюде приходить имя Нобелевского лауреата и заботиться о нем. Вы все время будете в курсе. Так, транстрюмера вам продал, и вы можете его уже использовать. Ага, остается времени у нас совсем чуть-чуть как раз на последнее наше задание, чтобы я не увозил с собой текст, а вам их оставил. Вот, теперь без всяких объяснений. То же самое. Давайте, раздаем предположим, что вам нужно провести урок вот по этим стихотворениям. Значит, что я прошу вас сделать на этом последнем издыхании нашего семинара? Значит, смотрите, эти стихи не входят ни в какую школьную программу. Я их прочел и понял, что они мне очень нужны. Вот давайте придумаем, где бы они нам могли пригодиться. Раз, где бы мы могли их использовать. У нас два предмета русский язык и литература. Это можно использовать в разных частях разных предметов. И как построить работу? Все тот же самый первый вопрос, как ракурс анализа. Читаем стихи. Первое. Неизвестный вам поэт, он живет ныне в Питере, Константин Севастьянов. Называется «Инвентаризация». Шпиль Петропавловский одна штука. Сад летний один. Дворец зимний со всеми принадлежностями один. Мост Троицкий разводной одна штука. Небо серое дождливое над ним одно. Река не старая, но бывшая в употреблении одна. Дом на Карповке, где прожил лет 20, а может и 22, и соседний с гигантским Брандмауэром в два крошечных окна, и вечер туманный на задворках Апраксина, имеющий значение только для меня всего по одному. И хоть чего-то было бы два. Разграбили город сволочи. И второе стихотворение. Давид Самойлов. В этот час гений садится писать стихи. В этот час сто талантов садятся писать стихи. В этот час тысячи профессионалов садятся писать стихи. В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи. В результате этого грандиозного мероприятия рождается одно стихотворение или гений или гений отправляется в гости. Все. Пять минут даю. Соседа опять используйте. Что нам уже придумать? Полезно это нам или нет? Куда нибудь мы можем включить в своей жизни профессионально из пятого по одиннадцатый класс. Или в начальной школе. Не знаю где. Можем включить оба или одно. Если дано что два, можем ли мы из соотношения двух стихотворений извлечь какую-то искру, высечь. Смотрите, мы все время смотрели на одно стихотворение, здесь два. Есть ли у нас идея, что можно сделать с двумя? Ну и как начать разговор с детьми? Смотрите, само стихотворение называется неудобоваримым словом инвентаризация. Дети его, кстати, могут не знать. И нам нужно не забывать, не гнушаться первым вопросом. Все ли слова тебе понятны, дружок? или нет? Или вот эти косы остались? Давайте по-честному расскажем детям, что такое инвентаризация. Это когда на каждом предмете в казенном месте, очень важно, дома так не делают, рисуют номер, причем где-нибудь так, чтобы он был виден для удобства проверяющих. Какой эффект? Да, посмотрите, где это все под номерами, да? И чем человечнее, так сказать, устройство общества, тем дальше эти цифры прячут. А чем общество, так сказать, и государство наглее, тем больше оно это выставляет. Человек должен, попав в казенное учреждение, чувствовать, что он какой? Он здесь чужой, он здесь лишний, этот мир выдавливает его. И вспомните, есть сцена прекрасная в служебном романсе, когда они там в любви объясняются, а эти ходят инвентаризируют. Инвентаризация бесчеловечный процесс, и само слово непоэтичное, оно тут есть. Какие еще непоэтизмы здесь есть? А вот смотрите, сама постпозиция прилагательного оказывается вот такой официальной, как у нас на ценниках пишут, колбаса отдельная, свекла свежая, фасованная. Это все, это как бы мир ценников, мир вот этих самых, как они называются, когда в промышленности, да, вот эти канцеляризмы, когда в промышленности есть целые реестры товаров, да, вот человек возникает сбой программы, оно очень четко и предсказуемо идет, а потом сбой программы, сейчас мы к этому вернемся, я тут слышал в метро в Москве объявление, дорогие там друзья, например, да, приглашаются на работу, на должность кассира билетного, смотрите, не билетного кассира, а кассира билетного, и это сразу, это все равно, что сначала писать фамилию, а потом имя отчество, мы отучаем вот у себя в школе, например, употреблять фамилию, имя, отчество, сначала имя, потом отчество, потом фамилия, это сразу переворачивает всю атмосферу, а у нас в поездах метро написано, Донской Дмитрий Иванович, ну это поезд военной славы, Донской Дмитрий Иванович, Жуков, это, ну слушай, Дмитрий Донской, мы же так говорим, но вроде неофициально, значит, смотрите, получается, что шпиль Петропавловский, какие еще там такие позиции? Дворец зимний, обрядный порядок слов работает на ощущение вот этой канцелярскости мира, и как вы справедливо сказали, вдруг возникает сбой программы, а где возникает сбой программы, когда это перечисление оканчивается, где вы, в какой точке стихотворения это видите? Вот это интересное предложение про дом на Карповке, мы сейчас к нему вернемся, здорово, что вы это увидели, и к этому будете детей так или иначе вести. Еще идеи, давайте, от других коллег. По очереди здесь вы, потом и. Все уникальное, значит, в этих двух стихах как-то здорово играет числительный один, да, вот это самая единичность, уникальность, выделенность. Значит, мы про это один, и про эти числительные должны поговорить, и тут уже кто-то говорил, и математики могут взять, когда числительные изучают, и мы, числа в смысле, и мы, когда числительные изучаем на русском языке, почему бы нам в качестве лингвистического материала не подсунуть этот текст, а заодно мы вот так неожиданно поговорим о чем-то, а будем писать в журнале тема-то какая? Числительные. Я вот задавал вопрос такой детям, правда, они писали на эту тему, почему эти два стихотворения оказались на одном листочке? Тоже вроде тема без единого термина, да, сформулирована как-то вроде несерьезно, но она и дает возможность подумать, а что здесь общего? И там и там есть слово «один», но это слово «один» играет разную роль, но прежде, давайте скажем, оба этих стихотворения, они заставляют читателя дочитать их до конца, они как будто вас берут в какой-то конвейер и построены так, что пока ты до конца не дочитаешь, до этой вау-строчки, и мы эти две вау-строчки можем увидеть. Вот если бы вам нужно было испортить эти стихи, отрезав финал, сколько бы вы отрезали в первом стихотворении? Последнюю строчку, согласитесь, вот разграбили город с волчей, но никто не сочинит, и это вдруг создает вопрос, что же за эмоция здесь такая? Что бы вы отрезали во втором стихотворении? Где возникает вот этот саспенс, как бы ожидание, и мы решаем? А я бы три отрезал. В результате этого грандиозного мероприятия и привычная логика идет следующее, особенно в мат-классах, посчитать, сколько родится стихотворение, они твердо говорят, 11 миллионов там, сколько? И вдруг, когда мы получаем, здрасте, все писали, а родилось одно, вот тут и возникает, обида такая, у меня был один мальчик, который сказал, и небось вот это вот свое стихотворение-то, вот это-то Самойлов-то ваш, считает как раз тем самым, да? Он небось гений же, да? Вот понятно, что если серьезно отнестись к этому стихотворению, то можно обвинить автора в нарциссизме, но это шутливое стихотворение, но это, кстати, шутовство отличается от первого стихотворения, да? Там тоже ее интонация такая, юродивая. Смотрите, первое, эти стихотворения построены на одном и том же принципе, его можно назвать, там, не знаю, кумулятивное построение, если вы хотите термины, как сказка-колобок, один, другой, третий, одинаковые эпизоды, и вот это вот пуант в конце. Второе, они оба используют слово «один», но используют его по-разному. Вокруг слова «один» в первом стихотворении строится все, до какого-то момента, когда вдруг врывается числительное «два». Смотрите, здесь есть эта логика, да? Один, 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 и вдруг появилось два, и это два появилось, заметьте, как раз в том стихотворении, в том предложении, на которое вы нам указали. Чем оно отличается, это предложение, от предшествующего? Оно очень уютное какое-то, да? Так, еще, в плане времени, где оно находится? Прошлом. Это предложение про прошлое, и оно необыкновенно длинное. Смотрите, какие были предложения? Я вот астматик, мне трудно читать. Первое предложение очень удобное читать, я вдохнул коротко и выдохнул, нормально. Второе, третье, вот это я не могу дочитать на одном дыхании. Посмотрите, ну что, автор не видел, что у него гармония нарушилась, писал короткими, пишет длинными, но это же тоже логический вопрос. Нет, это прием. Давайте придумывать, чему может служить этот прием. Смотрите, он как будто бы не может остановиться, а потому, что он говорит о прошлом, а потому, что в этом прошлом было двое, а сейчас я один. Вот нам, в принципе, нужно понять, кто стоит за этим текстом. Ну, слушайте, что это за безумие? Вот он ходит по городу с большой инвентарной книгой и смотрит так вот на Петропавловскую крепость и говорит, одна. Вот вы в Питере же сами были, вам приходило в голову посмотреть на Зиму, и говорит, а че один? Мне тут анекдот рассказали, приехала еще теща из Харькова, например, не знаю, никого не хочу объединить, в Питер еще приезжали, и говорят, вот река называется Нева, а че так? Как объяснить иностранцу цемь из анекдотов? Вот в чем вызывает? А че так? Да хрен знает, ну Нева и Нева. То есть, мы же так не спрашиваем про Нева, а че так Нева? А че один? Мы же не... Нам достаточно. Почему ему недостаточно? Скажите, это Евгений из Медного Всадника, который сошел с ума, инвентаризирует родной город? Почему ему недостаточно? Почему он видит один, это, один, это, 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 дети быстро догадываются? Потому что он сам один, ну конечно, почувствуйте одиночество предмета, может тот, кто одинок сам. До этого не приходило в голову мысль, потому что у нас было двое, вот эти два окна, и кажется, что он на них смотрел, и какие-то вечера, с кем-то он встречался, и дом даже, 22 там, да, вот всего было два, а теперь нет. И мы предположили, что это стихи про утрату любви, про разлуку с любимой. Севастьянов жив, его можно спросить, мы его спросили, оказалось, это про дружбу, ну тоже видите, как там с этим мальчишкой получилось, но мы угадали эмоцию. А во втором стихотворении слово «один» возникает один раз, к нему стягивается все, там вообще мир, наполненный большими числами, и этот мир не одинокий. Смотрите, в этот час, в какой час? Да вот прямо в этот, мы читаем же и говорим, в этот час, значит, у нас ощущение, что сейчас в мире миллионы людей заняты вообще-то неплохим делом. Они все пишут стихи, значит, они к какому-то смыслу бытия устремлены, там не водку глушат, да, а стихи пишут. Плохо что ли? Да нет. Я детей спрашиваю, вам в мире какого стихотворения хотелось бы жить больше? Частотно отвечают во втором. Почему? Потому что в первом, вот это вот волчье одиночество в огромном городе, а здесь все соединены общей целью, общей задачей, они пишут стихи, да, и даже то, что в конце оказывается, что все, что они написали, в общем-то, нафиг никому не нужно, все равно идеи одиночества нет, потому что даже гению есть куда пойти, да, смотрите, его даже ждут в гости пить чай. Как-то там хорошо, даже от того, что у меня не вышло гениальное стихотворение, это не про то же, про что Пушкин сказал в начале стихотворения по этой толпы про кул эст и профани, то есть прочь, непосвященный, это не то, что типа, не надо эту работу делать, надо, потому что все это вместе, это как вот ступени лестницы, которые держат гения. Он там наверху, даже видите, визуально как стихотворение, как вот такая вот пирамидка, и гений там, потому что есть все остальные, он же из них получается. Так, давайте я здесь остановлюсь, сделав какое-то многоточие, поблагодарю вас за внимание и активную работу, если у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста, если нет, еще раз повторяю, у нас есть большая группа в Фейсбуке, называется Методическая копилка, заходите, вступайте, там можно задать любой вопрос и тут же получить ответ, причем вопрос такого типа, ребята, у меня завтра урок, замена в шестом классе, мне нужно 40 минут, короткий рассказ, чтобы его обсудить, какой дайте, и вам тут же со всех концов земли пришлют столько, что вы пожалеете, что спросили, теперь все это надо прочесть. Можно подглядывать, что делают коллеги, очень много идей оттуда, так сказать, берется, давайте общаться уже через социальные сети, или подходить с вопросом, спасибо вам большое за нашу встречу. Я себе уже лечу постоянным слухачом на подобных семинарах, поэтому есть, что пораунать, есть, что взять, но самое главное, что я слышала, что выкладание литературы наконец вертается в свои закономерные рамки. Мы привыкли до того, что литература, как иншая предметы, выкладаются стереотипно, шаблонно, именно как предмет, который нужно сдать. А мы сегодня как раз увидели, что литература – это эмоции, переживания, творчество, это шматгранность, бачення, разных зияв, природных, человечих и всегульных. Такой формат нестандартный, просто такой стендап, такая современная подача, это юмор, это ирония, самая ирония, просто здорово. Главный вопрос, который меня всегда волновал, это вопрос свободы. Насколько я могу быть свободна от программы, от конспекта и так далее. Вот мне сегодняшний семинар мне отдал ответ на вопрос, что в принципе я движусь в правильном направлении. Поэтому спасибо еще раз Сергею Владимировичу за этот глоток воздуха и понимание направлений.